Послание к римлянам святого апостола Павла Ты имеешь веру, имей её сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Мы очень часто стоим перед вопросом, как поступить в том или ином случае. И сомневаемся, по какой причине. Надо бы поступить по воле Божией. Каждый, кажется, верующий хочет так. И он, голос совести и знания заповедей, говорит ему, надо бы поступить вот так. Но, пожалуй, очень много соображений противоположных, кажется. Хочется, самое главное соображение, хочется поступить иначе. В данном случае о чём идёт речь? Речь идёт о том, чтобы поступить по истине, той истине, которая мне вот открылась, как я вижу, чтобы правильно, правильно поступить, то есть по совести, честно, по заповеди, вот так, вот так правильно. И блажен, кто видит, и так, как видит, как он видит сам, своим умишкам, пусть даже не умом, и так и поступает. А вот тот, который начинает вилять перед лицом этого, тот человек согрешает. Вот это одна из таких, одна из сторон, которая, может быть, отвечает на данный вопрос. Потому что таких случаев в жизни бывает, ну, множество, просто множество. Он сомневается, то есть, что значит сомневается? Он колеблется. Поступить ли им вот так, как он видит, по совести, правильно? Вот блажен, кто не сомневается, что вот не беспокойся, поступи по правде, по истине, и не сомневайся. Поступи так, ты блажен, правильно, так и делай. Ведь искушение-то какое? Я поступлю, кажется, по совести правильно, а что мне будет от этого? И вот апостол призывает, не бойся, не бойся, блажен ты будешь. Не беспокойся, Бог за тебя, если ты будешь посыпать по совести. Правда, один момент очень важный при этом, нужно. Момент, о котором решительно говорят все святые отцы. Когда мы решаем какую-то жизненную проблему, я вот не практические вопросы, там специалисты нужны. Мы говорим о нравственной оценке, о решении нравственном в отношении каких-то проблем, то святые отцы говорят следующее. Вообще удивительную вещь. Вот если вот сейчас приходите на нас, спросите, что самое главное в нашей жизни? Самое главное, ну, я бы сказал, добродетель. Какое самое главное? Все говорят – любовь, смирение. А знаете, что говорят святые отцы? Нет. Как нет? Бог – любовь. А так нет. Как? Нет добродетели без рассуждения. Можно с любовью такое наделать, что, как говорят, задушить свою любовью можно. Со смирением можно такое сделать, что извратить совершенно человеческое поведение в жизни. Говорят, не смешивайте свойства души и добродетель, то есть, как нужно поступать. Так вот, так, святые отцы, это просто, если хотите, единая мысль всех отцов. Нет добра, не может быть, то есть, правильного поступка, не может быть истинного решения, нравственного решения проблемы, если будем поступать, не думая, не рассуждая. Как думая, как рассуждая? Это уже следующий вопрос вытекает. Да, надо рассуждать, исходя из заповедей, из чувства совести и разумности. Как-то старцы пришли к одному из, по-моему, Пимену Великому, не помню, и рассуждали о том, какая высшая добродетель. Один сказал молитву, все кивают, да, пожалуй, верно. Второй говорит пост, и все тоже, да, верно, пост. Третий сказал послушание, без послушания какой может быть? Старцы этого спрашивают, что ты скажешь? Он ответил, без рассуждения и с молитвой можно впасть в сатанинскую прелесть, и постом можно окончить самоубийством. Вот так. И молитва, и пост, и с послушанием, вместо того, чтобы быть рабом Божиим, стать рабом людей. И они поклонились, паси Господи, получили научение. Правда, интересно как? Без рассуждения нет истины. Так вот, и в данном случае, в данном случае блажен, почему избирает? Не просто избирает он, и просто, а с рассуждением, то есть разумно подходит. Христос дал нам свет и разум, а не безумие. Ну, вот, замечательные слова. Действительно, блажен, кто не сомневается уже и поступает так, к чему он пришёл, к какому выводу. При этом святые отцы предупреждают. Даже если наш умишка-то, какой, Господи? Я думаю, что надо бы все, все знают, какой. Не беспокойся, что ты глупый. Не беспокойся. Бог исправит, когда увидит, что ты поступаешь честно и разумно. Не бессмысленно, а разумно. Рассудил, Господи, вот так. Исправит Бог. Блажен будешь. А вот безрассудно поступать, то есть не рассуждая, нельзя. Вот, это источник множества, а может и всех наших заблуждений, грехов и всех бедствий наших. Субтитры создавал DimaTorzok